всем доброе утро у нас 6 6 утра мы наконец-то собрались и сейчас поедем на грамотка мы в аризоне тыква время по местному 10 22 и мы остановились перекусить зашли в собой как вы видите взяли себе утлонг на двоих и сейчас будем кушать где-то до каньона остался час тупо по прямой с города виллоу называется кстати по этому городу проходит шоссе 66 очень старая какой-то возможно даже самая первая уже точно не помню про нумерованное шоссе в америке круче очень знаменито все знают да и возможно мы на обратном пути в него заедем сейчас уже не поедем вот ну что будет все жарче и жарче и дачи мы хотим пораньше поехать гранд каньон вот еще у нас машина начала слегка барахалить там непонятно то ли она перегрелась то ли чё и там все датчики что загорелись мы испугались и фишка в том что мы подъехали уже на заправку и у меня гидроусидели руля я перестал работать я так вот типа вот выключили там я завел чуть-чуть приехать и вроде нормально короче странно что там происходит с электроникой и мы еще как бы не сильно механики не соображаем все кушают себя смотрят на меня в общем всем приятного аппетита спасибо да ура мы приехали на каньон сейчас идем к нему я переоделась красивая платьица потому что я хочу очень красивой фотографии вот только тут такой этих что она у меня разлетается во все стороны вообще какой-то прям сильный ветер но зато вообще не жарко так приятно кайф такой сильный ветер что мне кажется шанс что у нас и улетят кепки в каньон очень великий их надо как-то привязывать или еще что-то а температура где здесь где-то градусов на 10-15 на меньше чем в лас-вегасе дакет промо чувствуется что здесь не 45 а 30 допустим вот и апдейт по поводу машины с ней вроде все нормально короче просто и мы остановились я заправил про и практически полный бак говно бензином каким-то просто там на дороге да и возможно такая ситуация что просто бензин там очень плохой и она начала от ну такая нервничать говорит типа чё ты меня кормишь говном каким-то вот и мы забрались на хорошей заправке нормально стало странно вот такие пироги ну конечно может быть чуть с электроникой я как профессиональный механик это точно вам сказать не могу вот вообще мы идем сейчас на каньон называется первая . вообще куда приезжаешь визитер-центр экран каньоне называется так и называется кстати . матери mother point очень сложное слово можно сказать погода по-английски я ненавижу это слово ну-ка мне не нравится это слово я ненавижу его говорить ну-ка скажи мама мадхер брат хер фат хер мы так учили в детстве там какой-то сзади мужчина машет руками вот в кипоне в очень классный футболки томми хилл фиггер блин я касса чуть-чуть тупанул это слово то по-другому пишется не через о не как мама через может кстати практически подходим вот уже заборы там такой так я буду снимать вашу реакцию понимать ну так нам тренироваться да ну типа про надо жестко как китайцы прям кричать орать так все тихо не пропустите вид этот читай 3 где реакция то неплохо да вот он ребят град гранд каньон мы пойдем вот потоп тропинки вниз на северную часть там река короче вот да ну вот тропинка идет снизу внизу да и мы сейчас мы сейчас на южном как бы рубеже пойдем на северный да не черб этот катя сейчас полезет на те камни фоткаться вот это будет страшно уже мысли не все правда говорю там продлитников тропинка то есть для тропин там ходят ночевую кажется туда типа на несколько дней вот здесь вроде нет а вот там возможно но не точно информация ну и раз зеленая растительность значит там есть какая-то водная структура а вот он пришел хочу мы взяли орешки давайте покормим у мишки гамми тогда может минутка очень интересной информации смотрите от одного края до другого края среднее расстояние 16 километров а высота средняя от реки до ну до края полтора километра вот а сейчас мы находимся два километра над уровнем моря вот очень интересно знаете какая протяженность всего каньона до этого гранд каньона четыреста сорок шесть километров это очень очень и вот по нему протекает colorado река у так мы сейчас находимся вот здесь тут камера конечно не передает этих масштабов здесь представляете до туда там шестнадцать километров но это очень много как бы вот еще там тропинки идут значит там можно ходить вот а внизу в самом-самом низу для меня вот не знаю не могу показать этом там короче сделано видно река сейчас я сейчас я приближу и увижу вот она к маленький кусочек видно прошли немножечко в левую сторону если смотреть на каньон здесь уже кончился забор и начались прикольные всякие обрывы короче но родители типа не разрешаешься мы на них заходили знаете как прикольно есть покажу куда он в прошлом году я фоткались там как бы очень страшно очень вот мы в прошлом году вот там же фоткались так сказать обходили с той стороны можно здесь как быть там вообще так страшно особенно когда вот эту щель переходишь я там чуть штаны не наклал так кобурову подходишь и коленки начинают трястись правда не сильно высоко здесь он конечно огромный и там прям все тропинки я смотрю кругом ходят и можно крикеры спуститься там наверняка какие-то лодки стоят палатки пещеры как бы собака в тележке нормально мы три раза на каньоне и ни разу не были в визитор-центре с оружием нельзя интересно чувствующая информация всякая история о мы вот здесь были между прочим там красиво тут какие-то вещи индейцев о смотри какие игрушки древние игрушки толку лошадки прикольно данные шин так что интересно у нас интересно вот можешь что-то потрогать не страшно это дерево чуть деревьев что ли не трогал тут нет ничем в конце тусих улицы бог вы кто-то белка понятно а здесь что это у нас бараны какие-то горные прикольно а что так низко сделали как должен просмотреть touch me олени рога забавный здесь объемная 3d карта учетом там какая-то лодочка каньон мир каньон так ну все это короче как не очень сильно интересно выходим отсюда все мы нагулялись хотели еще поехать на другой и будет но там сейчас идут ремонтные дороги поэтому ремонтные дороги ремонтные работы короче там дорога асфальтируется и поэтому решили туда не ехать в сторону дома мы сейчас по пути еще заедем в город виллоу переводится как ибо решили перекусить точнее башка булочки еще я хочу попробовать вот такие вот штучки такие вот печенюшки очень очень вкусно да как урочим очень вкусно как урочим очень вкусно да вкусно да очень вкусно очень вкусно мммм ва бене я немножечко тупанул и город называется не виллоу а вильямс чуть-чуть софи перепутал вот и мы сейчас остановились ним и пойдем погуляем тут как бы он не сильно большой ну вот интересная часть я имею ввиду не сильно большая и здесь проходит 66 вот она прям сейчас вот здесь вот где вот это она как бы на ней улице тут магазинчики ресторанчики сувениры всякие все такое тут знаете такое все ауты аутентичная типа старая вот так спидлимит всего 15 миль в час дома такие прямо знаете здание американский американский этот банк грабили по-любому раньше мы зашли магазинцев униров он прям какой-то нереально огромный туда проходят вот прикольные кактусы стекла вроде просто как бы стекло она выглядит очень классно да это из камня классно аризона это думаю что здесь все пирамидки складывают какая-то фишечка от этот камень смотрите какой классный это подставка за 6 долларов и что мне на нее ставить непонятно но выглядит офигенно прикольная такая кружка но мне надпись не нравится вопрос такая будет под мрамор была сделана вообще классно если бакс стоит вот вот как называется вильямс 1881 годом был основан это шоссе проходит из лос-анджелеса в чикаго смотрите в тему юрского периода t-rex 3d кажется он на камере не 3d нифига у кого-то эти динозаврики прикольно да смотрите какие красивые горшочки знаете где сделано мексике много таких предметов ангелочки классно похоже прям как знаете фильмах показывают такие небольшие городки ну лично мне напоминает ребят не знаю как вам вот 666 нашли очень красивые кружки стоят 10 долларов и и хотим вот такой вот взять зачем мама очень понравились еще мне вот понравились такие вот подставки тоже классные сделаны из песочного камня как-то так классно магнитики вот эти тоже прикольные такой спил дерево гранд каньон аризона это шоссе 66 что-то кэссерин ты хочешь мне ножик купить и вот что знаешь какого они вот классно вы ковбое здесь продаются наборы сразу идет горшок кактус песок что там земля камушки и можно делать самому террариум но они разных размеров вот есть побольше и еще больше нету странно такой огромный представлен его сразу можно купить зашелок 7 классный тут конечно городок такой очень атмосферный маленький поставил машину на автопилот и решили немножечко прилечь отдохнуть и катя как бы тоже там спит немножко season за окном ничего интересного просто поля какие-то едем в общем в сторону дома кез ты где и где то вижу м мОДА как то так остановились городе Кэнгмен покушать в чилис очень важно это ребят очень важно нифига мы обжога какие смотрите я заказала себе салат он просто огромный как тошечка фри у нас еще ваши куриное филе же себе положили брокколи я съем ну что-то их очень много и у родителей пахитос там курицы креветки и мясо где-то все всем приятного аппетита мы покушали нам еще два часа ехать домой где-то час может 40 час пятьдесят как получится вот заехали на заправку наконец-то уже поедем уже все устали да объелись кстати все сколько будем дома мы вернулись домой время сейчас 10 часов но мы где-то час назад приехали и катя сразу же отрубилась вот поэтому я прощаюсь один еще одна очень важная вещь завтра блога не будет мы возьмем так скажем влоговый выходной и не будем зато снимать поэтому не теряйте нас вот и всем пока пока удачного дня ты снимал в этом сидела да нет мы чем мы камера конечно не придает этих ветер и еще одна как это завтра влога не будет не теряйтесь мы возьмем не теряйтесь нас не теряйте